Всем привет! Тема нашего сегодняшнего занятия Россия на рубеже веков, Первая Российская Революция. Так вот, какие цели нашего сегодняшнего занятия? Нам необходимо разобраться действительно с причинами Первой Российской Революции, разобраться с первым таким периодом правления Николая II и понять, какие же ошибки в правлении Николая II, как во внутренней политике, так и во внешней, в итоге привели к Первой Российской Революции. Итак, во-первых, запоминаем, как обычно, хронологические рамки правления Николая II с 1894 года по 1917, да, я думаю, известные события Революции 1917 года, о которых мы, конечно, тоже позже, но скажем и довольно подробно. И вообще, правление Николая, оно начинается с не самых приятных и не самых мирных действий, не самых мирных и приятных последствий. Так, в 1896 году, когда шло празднование коронации Николая II, в общем, это был праздник, случилась трагедия, ужасная трагедия на Хаденском поле. Фишка заключалась в том, что людям обещали раздавать царские подарки в честь этого праздника, но потом прошел слух, что подарков на всех не хватит, и началась ужасная давка на Хаденском поле, и огромное количество людей погибло. Вот это кровавое событие, оно предрыкло, наверное, в определенной степени, те, кто любят мистику и любят различные знаки, то вот он, собственно, такой кровавый знак, показывающий, каким будет все дальнейшее правление Николая II. И действительно, правление его будет достаточно печальным, достаточно трагичным и, конечно, кровавым. Вообще, основная проблема Николая II заключалась в том, что он был консервативен, он был консервативен, реакционен и достаточно ретрограден. Он проводил так называемую охранительную политику, и кого же он охранял? Нет, не собственный народ он охранял, он охранял себя, он охранял самодержавие. Он считал, что только самодержавие, как форма правления, может существовать в России. И, собственно, он говорил о том, что будет соблюдать это правило и будет охранять самодержавие, пока он жив. Соответственно, конечно, уже к концу XIX века огромное количество людей все-таки придерживались более либеральных воззрений, стояли на более либеральных позициях, и, соответственно, даже министрами становились люди достаточно либеральные. Таким, например, был Витте, который я вас попрошу запомнить. Это очень хорошая вторая личность, если вы пишете сочинение по Николаю II. Значит, Витте стал министром финансов, и он, соответственно, проводил политику в сфере экономики. Давайте разберемся, в чем эта политика заключалась. Ну, во-первых, можно запомнить такую вещь, как винная монополия. Именно Витте вводит винную монополию. Что это значит? Это значит, что только государство, да, понятно, было государственное монополие, только государство имело право продавать виноводочную продукцию. Ну, как вы, наверное, догадываетесь, она очень прибыльная, и поэтому в казну, в бюджет поступало достаточно большое количество средств, коих не хватало достаточно. Вот, и вот эти средства, которые поступали в бюджет, в народе прозвали пьяными деньгами. Ну, собственно, понятно, почему. Также, как еще Витте пытался укрепить экономику и стабилизировать финансовую систему? Именно Витте вводит золотой стандарт. Помните, при Конкрине, при Николае I, был серебряный стандарт. Вот при Николае II Витте вводит золотой стандарт, вводится золотой рубль, и, соответственно, рубль свободно конвертируется. Это все привлекает иностранные инвестиции и привлекает иностранный капитал в нашу экономику, что, естественно, способствует ее активному развитию. Появляются концессии, то есть иностранный капитал вкладывается в наше производство. В общем, действительно, мы говорим, что при Николае Втором, по крайней мере, до Первой мировой войны, у нас такой, даже, я бы сказала, до 905 года, уж точно до Первой российской революции, потому что, наверное, до Первой мировой войны это слишком, я уже так загнула, мы видим такой экономический подъем. Александр Третий, несмотря на всю свою реакционность, в экономическом плане оставил хорошее наследство своему сыну, поэтому мы говорим только про экономический рост, а вот дальше, да, у нас пойдет кризис и депрессия. Чем еще занимается ВИД? ВИД еще известен своими всякими железнодорожными талантами, увлечениями, именно при нем продолжают строиться и строятся основные участки Транссибирской магистрали. Очень важная такая железнодорожная артерия, соединяющая центр, центральный регион с Дальним Востоком, что, конечно, опять-таки экономически было очень важно, потому что, собственно, торговля происходила, логистика налаживалась более-менее. Хотя вы должны понимать, что Транссибирская магистраль долгое время была недостроена, поэтому тут тоже возникали определенные сложности. И еще, пока мы не отошли далеко от экономики. Именно при Николае II появляются так называемые Зубатовские рабочие организации. Зубатов был начальником московской охранки, и, собственно, он был главой вот этих рабочих организаций. Какой вывод сделало правительство? Правительство понимало, что рабочие недовольны, что даже то рабочее законодательство, которое было издано Александром III, все равно не удовлетворяет всех интересов этих рабочих. И тогда, что решает правительство? Они понимают, что сдерживать это стачечное забастовочное движение они не могут. Тогда что нужно сделать? Нужно самим влиться в него и как бы потушить его изнутри. Тогда они создают легальные рабочие организации, которые стали называться зубатовскими, и понятно, что, в общем, полицейские так или иначе в них следили за рабочими, именно поэтому это называется полицейским социализмом. И, соответственно, они пытались успокоить рабочих изнутри, изнутри этих организаций. Но не всегда это получалось, и в итоге мы все равно видим, что к концу 19-го, начало 20-го века у нас только растет стачечное и забастовочное рабочее движение.